Здравствуйте и добро пожаловать на канал Last of War Беларусь, я Last of War, и это карта Begba Offensive, модификации Battlefield 1918 для игры Battlefield 1942. Мы воюем против турков, я вам по секрету скажу, что это день цирка, поэтому мы воюем не первый раз, но так или иначе вы видите, что позиция у нас не очень хорошая, они казалось бы симметричные, но враг владеет такими вот главенствующими высотами, где куча артиллерии и их позиции тоже довольно серьезно здесь представлены, есть у них и незахватываемый лагерь, у меня есть пехотинец с гранатами, потому что наверное от другого будет толку не очень много, и мы попробуем пойти вперед против всей этой артиллерии. Так, лошади есть, и есть грузовики, что я точно знаю, потому что я увидел эти самые такие вот навесики, которые в обычном Battlefield танковые, но здесь у нас конечно танков не завезли, почему я говорю о том, что мне эта карта знакома не первый раз, потому что мы играем на ней не первый раз, это одно из тех сражений, где ситуация идет настолько плохо, и таких сражений наверное очень мало, чтобы я вот прямо перекручивал в свою сторону потенциал, видите, 28 на 36, это какой-то позор, но по другому ситуация конечно совершенно не спешит улучшаться, и поэтому у нас здесь пробка, которая обычно не образовывается, ребята стеснительные, не очень хотят идти вперед, даже когда их большинство. Я могу передать пару ласковых автору карты, которые сделаны таким образом, что ни один среднестатистический любитель Battlefield с ботами здесь так сразу не выиграет, и не так сразу тоже не выиграет. Может быть это я какой-то адский лузер, можете мне написать что-нибудь не очень нецензурное в комментариях, конечно же, я как-нибудь все равно поукрываюсь за колесиками, пока эти колесики не укатились, и пока я не укатился на этот свет. Вражеский аванпост это очень здорово, а я попытаюсь куда-нибудь пройти, да, закрепиться здесь в каких-то позициях, это целое дело, и дело такое, которое совершенно не гарантированно. Пардон, но ты сам под колес залез. Я попытаюсь проехать чуть поближе, и укрыться за грузовиком, и оттуда как-то стрелять. Грузовик, конечно, полторы лошадиными силами обладается, где по всему. Меня еще... Сдвигает он до назад. А, привет. А, нифига себе ответный привет. О, вейт, он не ответный. Серенькие строчки нам говорят о том, что, конечно же, это наши нас накрыли. Ну, просто спасибо, чуваки. У вас здесь целый вагон. Как говорится, количество больше, но толку... Ну, не так, чтобы сильно больше. Ладно, саблей наперевес, и лошадью под ногами, и, вернее, между ног. Мы как-то идем вперед, правда, не по какой-то такой вот прямой выверенной скорее, а как-то вокруг. Что несколько более предусудительно, потому что нам-то, конечно, нужно играть в 5-фу. Так сказать, штопанный обжектив. Но, возможно, у общественности есть какие-то другие планы. Посмотрим, насколько несколько человек дополнительных на нашей стороне, и несколько человек минус на их стороне. Они изменят всю эту ситуацию плачевную. Может быть, они изменят, может быть, нет. Но при стандартных стройках 36 на 28 не в нашу пользу. Не получалось, соответственно, здесь выигрывать. Особенно вот на этой точке, где есть какие-то даже пулеметы, наверное, но от них было не так, чтобы очень много толку. Я тут забрасываю с гранатами. Или, вернее, забрасываю их с переменным успехом. Да, захватываю его анпост. И даже есть какой-то пулемет не очень хороший, потому что я всего лишь... Сколько 20 патронов или, типа того, может, чем больше. Потому что было 20, когда я уже выстрел чуть-чуть. Но... Посмотрим, да. Когда придется идти на такие получитерские меры, приходится. Это, конечно, нехороший признак. Но, возможно, вы просто очень любите Dark Souls и всякие такие прочие игры, где тоже от одного хита выпадают в осадок. И от одной маленькой неоптимальной вещи, или недостаточно оптимальной, все сразу заканчивается. Но я такое не люблю. О, здрасьте. Нет, нет. А ты что? А ты ничего? Ты кидаешь гранату. Что здесь происходит? Ты свой? А, вы просто рядом, наверное. Слишком рядом. Окей. Это немного лучше, но только немного. Успею? Не знаю. Надо вот этого товарища ликвидировать. По-моему, да. Нам не нужно перезарядиться. Хорошо. Так. Думаю, чуть-чуть повыше быть. Было бы вообще здоровски. Но, к несчастью, это все довольно желание из разряда несбыточного. Так что, ну, воюем как воюем. Гранат больше нет, это плохо. Ах ты. Как вы думаете, что мы делаем? Мы? Нет, не делать ничего. Идем, нещут они. А мы несем потери. Вы, звери, такие... Какой ерундой и зачем страдаете? Вот на что это похоже. Почему вы стоите? Почему вы ничего не делаете? Почему я, черт возьми, захватываю точку в одиночестве? Ах ты ж, еш... Да, как бы это мне поцензурнее выразиться, я даже и не знаю. Чтобы не вставлять мусяки через слово или через три слова, как это некоторые любят. Я не очень, но это, кажется, ситуация, в которой у меня есть уважительная причина. Потому что это какой-то, как бы это сказать, кошмар. Географическая карта, конечно, достаточно неплохая. Она выглядит занятно, но, к сожалению, с ботами совершенно не играется. Возможно, с живыми людьми было бы получше. Но я в этом, так сказать, не совсем уверен. Вот он стоит на периферии. Почему он стоит на периферии, а не захватывает флаг, я тоже не могу так сразу сказать. И не сразу я тоже не могу сказать. К сожалению. Но. Ах, а вот теперь точно, но. Отчего вы не в армии, ребята? Ну или, по крайней мере, почему вы косите под душевной войной? При этом форму надели зачем-то. О, теперь пошли. Отгличили. Что изменилось? Может, испугались, что я вас пристрелю как лошадь? Черт его знает. Но это волна смерти. Возможно, нам теперь поможет. Возможно, нет. Окей. Может быть, окей. Вы, может быть, снова застряли. Кто вас разберет? Дергаетесь. Хаотически, как сторонники броновского движения, да? Как политической силы. Кто бы мог подумать, что это имеет смысл? А никто, потому что не имеет. Но мы идем вперед. У нас лев идет перед нами. На букву М не могу все это дерганное, трехпиксельное, буквенное счастье нормально прочитать. Поэтому мы идем как-то так. И потихоньку проходим вперед. Копьё. Копьё. Копьё нам не поможет. Переключаемся. Хорошо. Дайте мне гранату. Она переключается. Наград очень медленно. Это нехорошо. Так, перезаряжаемся и захватываем счастье. Может быть, если повезет. Ух ты. Нет. Не настолько быстро. Во-первых, я недо захватил точку. Во-вторых, здесь появился откуда-то еще один засранец. Куда ты? Больше никуда. Да, захватили, но толку от этого не сильно много. Я хотя бы разверну пулемет в правильную сторону. Потому что далеко его не развернешь. К сожалению. И у нас есть орудия, но орудия слишком далеко направлены. Поэтому толку от них тоже не так, чтобы сильно много. Теоретически. Ну, у одного кого-то я круповской пушкой достал. Так, сначала нужно понять, что происходит и где. Окей. Мы вроде бы чуть-чуть поняли. Теперь нужно посмотреть, что происходит здесь. Меня прошлый раз накрыли. Но может быть, я еще раз выстрелил? Если, да, она целится туда, куда надо. Это неплохо. А это не адреновно. И мы можем их теперь тоже похарасить. Таким образом. А не только они нас, да? Дело. Немножко оторвемся. Чуть-чуть. Наши силы продвигаются вперед. А я продвигаюсь куда-то здесь. Мне удается, видимо, частично нейтрализовать их поток, несмотря на то, что я, конечно, дохнул по чуть-чуть. Но, тем не менее, вроде бы оно того стоит. Да, и даже в лошади отправляется на тот свет коллективными, вроде бы, усилиями. Окей. В таком чистом поле сильно, конечно, не навоёешься. Но. Нам пора встречать этих ребят пулеметом. Пулемет такой вот 20-ти зарядный, да? Может быть, 25-ти. Я не особо, честно говоря, заметил. Да, 25-ти. Это что-то бывает. Догадки со второго раза самые лучшие. Но мы даже чуть-чуть-чуть сдерживаем всю эту волну. Значит, сил вражеских, которые, конечно, не могут над нами более измываться. Настолько, насколько они раньше измывались. Но по-прежнему доставляют некоторые проблемы. Жаль, что здесь нельзя баланс накрутить параметрами. Да, настолько, чтобы челлендж был. Но не настолько необратимо зверски. Потому что либо всё настолько плохо, что мы просто сливаем. Если не сразу, то почти как-то всё начинает совсем происходить незамечательно. Либо мы вот так вот держимся, ну, плюс-минус. Не то, чтобы всё было совсем легко. Но всё-таки намного лучше. Окей. А, нет. Это было неудачно. А здесь ещё очередные пары товарищей. Как-то прошли куда-то, да? Привет. Да, есть ещё этот фланг. Действительно, он имеет место быть. Давайте мы поучаствуем в перезахвате точки. Окей. Это был труп. Да, не да. Как-то это неприятно. Совсем неприятно. Здрасте. Привет. Да, чёрт возьми. Окей. Это лучше. Но, правда, не сильно много. Но чуть-чуть лучше. Так. Отойдем в сторону. И, может быть, килим гранатку куда-то туда примерно. Угу. И наши. И я тоже. И я тоже на тот цвет. Враг наступает. И враг наступает не вовремя, но хотя бы на этот раз, в отличие от более других итераций, ситуация не настолько катастрофическая. И я бы даже сказал, она катастрофическая, но на этот раз не для нас. Удивительно. Ну что, ребятки. Мы в том же направлении несемся. На всем скаку. Ну, кто-то, конечно, на всем скаку, а я на всем ползку. Или что-то типа того. Да, ты в правильную сторону идешь, только неплохо бы как-то смотреть на противника. А с этой пушкой ты мало что можешь сделать. Потому что она смотрит вдаль и намного не поворачивается. Как-то здесь где-то враги, да? Наверное. Может быть. Я так сразу не вижу. А? Вот здесь вижу. Но ты не в того смотрел. Ты смотрел в мою сторону. А, вот здесь, товарищ. Окей. Теперь в вашем очереди глить, чуть-чуть, как я понимаю. Окей. Вот это не окей. Кошмар какой. Главное, никогда не сдаваться. Думает враг. И за это его даже можно наверное немножко поуважать. Но лучше сначала пустить пулю в голову. Или куда-нибудь так сказать в general direction. Но, конечно, лучше все-таки в голову. Потому что это поэффективнее. Они у нас сбивают некоторые очки. Но мне в данном случае это не так важно. Потому что главная победа какая-то. Конечно, хотелось бы совсем полную. Но здесь у нас этого не будет. Поэтому берем хотя бы что-то. Так, да. Ты тут катаешься на коне. А я тут попытаюсь что-то сделать с пулеметом. Где-то вот здесь вот есть товарищи. Не совсем уверен, что я смогу до него дострелить. По-человечески. Вот теперь он чуть-чуть больше показался. И поэтому теперь ситуация немножко изменилась. Ух ты. Наконец-то мы добрались до победы. Что я могу сказать по этому поводу? Во-первых, причина, по которой я решил переиграть карту на менее зверских настройках заключается в том, что действительно у меня возникли ключевые проблемы с игрой на этом славном поле битвы. Что обычно все-таки не случается. Но тут вместо игры 5 к 4 не в нашу пользу нам пришлось играть с соотношением сторон уже более наоборот. я лицо не вполне объективное, потому что речь обо мне. Мне все-таки кажется, что как минимум на текущем уровне интеллекта выиграть с ботами в равных условиях практически невозможно, а в неравных условиях с преимуществом противника невозможно выиграть в принципе. Уровень моего условного скилла вы можете оценить в комментариях, но держитесь приличий, потому что Банхамер у меня неподалеку. Когда я играл в первый раз, то мы все это зверски слили, и тогда бы я был более прямолинейен в выражениях, но потом я решил, что смотреть на сердитого Last of War сомнительное удовольствие, так что вместо этого вы получили более положительный эпизод, и поэтому я оценку тоже ставлю более положительную, так что вместо пальца вниз сражение получает нейтральную отметку с синглплеерной точки зрения, оно какое-то совершенно невыносимое, может быть вам оно понравится, если вы найдете несколько десятков живых людей, ну а я об этой карте предпочитаю забыть, как о страшном сне. Ну а своим мнением вы можете поделиться в секции комментариев под этим видео, если вам оно понравилось, то вы знаете, что делать, конечно, всегда помогает, когда вы делитесь моими эпизодами выпусками в социальных сетях, с вами был Last of War с канала Last of War Беларусь, до встречи в следующий раз, и спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok